Плоскостопие теперь лечат хирургическим путем. Первую операцию провел в Иркутске специалист из Красноярска. О технологии и возможностях метода лечения расскажем в ближайшие несколько минут. В эфире телеканала ТВКОМ, программа «Середина земли». Каждый будний день мы знакомим вас с новостями соседей Бурятии. Сегодня их расскажу я, Галина Соболева, и мои коллеги в регионах. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уверенным шагом красноярский хирург провел в Иркутске операцию по лечению плоскостопия. Достать со дна спасатели за Байкал-Пош-Спаса очистили озеро Кенун перед открытием пляжного сезона. Носить красивую обувь и забыть о боли. Плоскостопие теперь лечат хирургическим путем. Сегодня такую операцию провели в областной больнице. Иркутским хирургам помогали коллеги из Красноярска. Сколько времени нужно, чтобы поставить пациента на ноги, знает Александра Турченинова. Иркутская областная клиническая больница. В отделении травматологии идут последние приготовления. На операционном столе Марина Старцева, женщина уже несколько лет, страдает от боли в ноге. У нее поперечное плоскостопие. На этих снимках видна деформация стопы. Отклонение от нормы 12 градусов. Во-первых, я хочу нормально ходить и хочу хорошую обувь носить. То, что продается в магазинах. Потому что подобрать с моей проблемой очень сложно. Любая обувь. Я ни в чем не могу ходить. Возраст еще позволяет носить хорошую обувь. Я вообще-то работать хочу. У меня еще в ноги. Хочу с ними бегать. Побежит Марина уже через месяц. А завтра пациентка сможет встать. Правда, первое время придется носить специальный медицинский ботинок. Такие операции в областной клинической больнице начали проводить с февраля 2017 года с открытием отделения травматологии. За это время сделали всего 10 операций. У врачей есть вопросы по проведению хирургического вмешательства. Поэтому поделиться опытом сегодня приехали коллеги из Красноярской краевой клинической больницы. Первую половину дня мы уже провели в лекционном зале и обсудили деформацию первого луча стопы. И по сути уже обсудили предоперационный план, который будет выполнен у этой пациентки. Определенный период своей карьеры я посвятил изучению этой проблемы. И в том числе в российском обществе хирургов стопы, голеностопного сустава также проходил обучение. И, собственно, этим опытом я и пытаюсь поделиться с иркутскими коллегами. Трансляции из операционного зала передается в лекционный. Здесь хирурги и травматологи из Иркутска, Баендаевского района, Устилимска и Усоля-Сибирского. В течение дня специалисты изучают устранение грубой деформации стопы. Операция длится около часа. За это время врачи удалят косточки, выступающие рядом с большим пальцем ноги. Стопе придают правильную форму. Наша цель явилась в этой конференции, это, во-первых, показать возможности хирургического лечения для специалистов Иркутской области и осветить это и для пациентов в том числе, что мы имеем такую возможность бесплатно хирургическим способом помочь пациенту вернуться к прежней жизни. Статистики пациентов с деформацией первого луча стопы в областной клинической больнице пока нет. Специалисты отмечают, страдают заболеванием в основном женщины. Возможно, наличие генетической предрасположенности, но наиболее частая причина ношения неправильной обуви. После сегодняшнего обмена опытом здесь планируют проводить больше операций. В этом году без боли из больницы выйдут 20 человек. Они рады бы окунуться в беззаботное лето, но прежде должны сдать итоговую государственную аттестацию. Сегодня девятиклассники проверяют знания иностранных языков. Для ее проведения на базе 30 школ Иркутска оборудованы пункты сдачи экзаменов. Еще 20 на дому. Кроме этого, школьникам предстоит сдать еще три предмета. Один по выбору и два обязательных. Подробности у моей коллеги. 20 минут девятого. За партой сели преподаватели разных школ областного центра. На столе только паспорт и ручка. Руководитель пункта приема экзамена проводит инструктаж. Сегодня у девятых классов первый экзамен. Это английский язык. Сначала ребята выполняют письменное задание. Оно состоит тоже из четырех заданий. Ориентировочно на каждое задание по 30 минут с использованием аудиозаписи. Затем после выполнения переходят в аудитории подготовки. И там формируются группы для проведения раздела говорения. То есть устного экзамена по иностранному языку. На устную часть отводится 15 минут, на письменную 2 часа. Сегодня тестирование идет в 30 школах города. Здесь на базе 23-й согласно спискам иностранный язык сдают 88 девятиклассников. 20 минут 10-го. Холл школы заполняют экзаменуемые. В руках вода, шоколад, паспорт и ручка. Обязательно проходят через рамку металлодетектора. Посторонние предметы изымают. Но такая процедура уже не заставляет нервничать, говорят сестры Воробьевы. Почти не балуемся, потому что весь год это прорабатывали и уже не так страшно. Английский как бы уже прямо с самого детства знаем. И нам будет гораздо легче его сдавать. И в жизни потом пригодится. В будущей профессии, чтобы карьера была хорошая. Надеемся, конечно, опять получить. Готовились на протяжении всего года учебного. Я надеюсь, что все студенты перейдут экзамен на хорошие марки. Пожелание удачи на английском, в том числе и своей сестре. Девушек разводят по разным аудиториям. Сегодня во всей школе не опечатано только 18 кабинетов, где проходит тестирование. В каждом по 20 человек – выпускники и двое организаторов. Они помогают заполнить планки и проводят инструктаж. Из 88 заявленных девятиклассников на экзамен пришли 87. Одна школьница сейчас на соревнованиях в Португалии. И будет сдавать иностранный в резервный день вместе с теми, кто не справится с тестированием сегодня. К эфиру «Середины земли» присоединяются журналисты из Забайкальского края. Здравствуйте, коллега! О чем готовы рассказать ваши корреспонденты? Здравствуйте, коллега! Мы готовы рассказать зрителям Бурятии о самых интересных новостях Забайкальского края. В студии Юлия Тимошенко. 28 мая российские пограничники отметят свой профессиональный праздник. А накануне по традиции защитников границы чествуют в Законодательном собрании Забайкальского края. Территория нашей страны соприкасается с 16 государствами. А протяженность рубежей самая большая в мире – свыше 60 тысяч километров. Из них более двух тысяч охраняют забайкальские пограничники. За положительные результаты, достигнутые в ходе службы, решение задач по обеспечению безопасности на государственной границе в Забайкальском крае и высокий профессионализм, сегодня благодарность председателя Законодательного собрания получили 30 пограничников и ветеранов службы. В этом году это особая дата, столетие со дня учреждения в России по ограниченной охране. Забайкальский край, он всегда был, есть и будет пограничным. Он является форпостом на восточных рубежах России. Вдоль границы расположены 12 муниципальных районов, где проживают наши люди, граждане, которые самым тесным образом работают, служат вместе с пограничниками, охраняют рубежи нашей Родины. Забайкальцы, граждане России с большим любовью и уважением относятся к пограничникам, к их службе, к их долгу и очень высоко ценят все, что они делают для нашей Родины, для Забайкалья. Хочу воспользоваться моментом, поздравить всех пограничников, членов их семей, профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, успехов в их нелегком труде. 24 часа 7 дней в неделю они стоят на защите границы Родины. Вот и сегодня некоторые из тех, кто приглашен на прием в региональный парламент, прийти не смогли. Служба. Все их имена были произнесены. Ими гордятся коллеги и жители нашего приграничного региона. Сегодня спасатели Забайкал-Пош-Спаса очистили дно Кенона перед открытием пляжного сезона. Водолазы работали на глубине от 1 до 3 метров. На поверхность они достали несколько мешков с мусором. Туда уходите. И потихонечку сюда к этому. К краю. Так и пройдем все гребенкой. Очистка дна Кенона проходит постоянно перед началом пляжного сезона. Спасатели работают в специальном снаряжении. Сегодня водолазы погружались на глубину до 3 метров. Ежегодно проводим на озере Кенон водолазное обследование дна. То есть достаем битое стекло, бутылки различные, проволоку, острую. В общем, все те предметы, которые могут причинить какие-то неудобства и раны отдыхающим на пляже озера Кенона. Сегодня получилось у нас приблизительно по два вот таких вот мешочка с мусором на каждого водолаза. Ввиду того, что мы занимаемся этим ежегодно, поэтому в этом году мусора было не слишком много. В начале июня водолазная группа «Забайкал-Пош-Спаса» отправится на Арахлей, где также проведет обследование и очистку дна озера. В программе «Середина земли» мы рассказали вам о последних новостях Забайкальского края. Сейчас я передаю слово коллегам из Китая. Они уже с нами на связи. Здравствуйте, о чем вы готовы рассказать нам сегодня? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях сейчас из Китая в студии Сянчжунань. Первую опытную зону 5G запустили в деловом районе Хунцяо в Шанхае. Тройка крупнейших операторов связи Китая строит сейчас там базовые станции. Сети модернизируют к китайской международной выставке импорта. Но эксперты уверены, это только первый шаг. Технология 5G изменит весь бизнес-ландшафт страны. Тем продолжит наш корреспондент. Уже через несколько месяцев в этих павильонах откроется первая китайская международная выставка импорта. Крупнейшее экспо, которое соберет сотни участников из разных стран. Наладить сотрудничество они смогут быстро и чутко. Способствовать этому будет высокоскоростной интернет 5G. Выставка станет первым серьёзным испытанием для сетей нового поколения. «Я думаю, что 5G положит начало изменениям, которые продлятся как минимум 10 лет. Начиная от строительства новых сетей и станций и заканчивая разработкой новых мобильных приложений. В будущем всё в этой комнате будет связано. Но как именно и зачем, над этим нам ещё предстоит поработать». Предыдущее поколение сетей 4G в Китае протестировали во время Всемирного экспо в 2010 году. Тогда журналисты многих телеканалов использовали мобильный интернет во время прямых включений. Технология 5G была испытана во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Некоторые развлекательные компании подключались к высокоскоростной сети, чтобы погрузить зрителей в виртуальную реальность. Но, по мнению экспертов, технологии 5G это намного больше, чем просто развлечение. «Технология 5G обеспечивает такую скорость широкополосного доступа, что она сама по себе создаст промышленные обновления. Например, для систем видеонаблюдения лучшее разрешение сейчас 1080 пикселей. Но с 5G она может достигать 2К, 4К или даже 8К». Тройка крупнейших операторов связи Китая – China Mobile, China Unicom и China Telecom – строят сейчас базовые станции 5G по всей стране. По предварительным оценкам, для покрытия сигналом всей территории Китая их понадобится более 7,5 миллионов. «Мы сейчас строим базовые станции 5G в 16 городах в рамках пилотной программы. Мы развиваем технологии 5G для прикладного применения. Наши приоритеты – это беспилотное вождение и дистанционная постановка медицинских диагнозов». По оценкам исследовательских компаний, развитие технологии 5G позволит заработать около 3,5 триллиона юаней и обеспечит 22 миллиона рабочих мест по всему миру к 2035 году. Китай разработал 30 моделей преобразования в экономике, изучив опыт работы своих зон свободной торговли. Какие правила можно смело применять ко всей стране и какие улучшения за этим последуют – в материале прямо сейчас. Китайские киты, на которых держится свободная торговля – Шанхай, Тяньцзинь, Гуандун и Фудзянь. Так называемые фри-трейд-зоны начали работать в 2013-2015 годах. Полученные результаты вдохновили китайское правительство продолжать открывать экономику страны миру. Три десятка моделей, опробованных в зонах свободной торговли, можно применять в различных секторах экономики по всему Китаю. Аналитики полагают, что такая стратегия привлечет больше инвестиций и укрепит трансграничную торговлю. Предложенные нами модели касаются защиты инвестиций, безопасности торговли и прав интеллектуальной собственности. Кроме того, мы оптимизировали административные процедуры для предпринимателей. Хорошие результаты достигнуты при сотрудничестве с Тайванем в области медицинских услуг, торговли и туризма. В провинции Фудзянь выросло число тайваньских предприятий. Объём торговли за последние три года достиг 5,8 миллиарда долларов. Сегодня Китай насчитывает 12 пилотных зон свободной торговли. Последним в список был внесён остров Хайнань. Регионы имеют свои особенности, поэтому у каждого разные подходы к увеличению торговли и расширению сотрудничества. Пилотная зона свободной торговли Гуандун, очевидно, будет развиваться на основании соседства с морем. Мы предложили 18 мер для либерализации торговых услуг в районе Гуандун, Сянган, Аумэнь. В Тиньдине необходимо внедрить механизмы для развития новых технологий. В провинции Фудзянь, ключевом регионе для проекта морского шёлкового пути 21 века, в центре внимания улучшение административного управления, углубление экономического сотрудничества с Тайванем путём повышения прозрачности услуг. По словам представителей Министерства коммерции КНР, в ближайшее время как минимум 27 удачных моделей будут применены ко многим секторам китайской экономики, что ещё больше откроет рынок страны. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok